Всем доброе утро! У нас на улице с каждым днём всё жарче и жарче. Но этот дурацкий ветер просто не даёт прийти весне нормально, потому что всё летает, всё кружится. У меня это вчера ночью, представляете, горшок с цветком улетел на балконе. Ну как он, не улетел, упал. И пришлось собирать землю полночи. Не полночи, но минут 5-10 собирала. Сегодня утром тоже пропылесосила, потому что дверь открываешь, всё это летит в квартиру, ещё этот чутя, который от него грязи столько что. Ну ничего, пылесосом я за 2 минуты всё убрала, собрала. Я его даже не вынесла на улицу, потому что ветер. Здесь вот нет ветра, ну потому что между домами идём. А на самом деле просто ураганище какой-то. Вообще, а так жара. С утра 22 градуса, представляете, и ночью было 20. Так что, я вот в одном свитере, он не толстый такой, но... А шарфик надела для украшения, для красоты, скажем так. Небо чистое, горы ветрога вообще дует, прям страсть. Уже прогульнулись, сейчас пойду на работу. Вот иду, уже вся в мыле, жарко. Если вот где нет ветра, на солнце вообще парит. Весна, класс, а здесь так пахнет этими апельсиновыми деревьями. Прям жасмин. Кстати, на море шторм стих, поэтому будем надеяться, что ветер тоже стихнет. Видите, море нормальное. Даже кораблики плавают. Кстати, на работе, смотрите, какая красота. Тоже весна. Видите, у меня декабрист еще раз зацвел. Немножко, но зацвел. Это я. Я сейчас буду брови красить. Утрака на усики убирать. В общем, да, вот так. Собой заниматься. У меня сегодня день для себя. Смотрите, какой поросенок. Ты не птичка, ты не чуча, ты поросенок. У нас, по-моему, ветер утих. Да. Все, иди на улицу. Иди. Ой, как тепло на улице. Как классно. Вот этот цветок у меня ночью улетел отсюда. И тут было все в земле. Ну, я на всякий случай вот этот убрала. Вот, теперь поставим. Надо его полить. Тут было все в земле. Он уже все равно в это выходит. Сейчас еще надо пылесосить, блин. Каждый день пылесос. Даже не разделась еще. Даже еще не разделась. Чтобы это не тащилось все по всей квартире. Это даже не супчик. Это такие макароны, скажем так, с бульоном. Ням-ням. А на второе кости. Я люблю обгладывать кости. Вот эти все. Кожу, конечно, мы снимем. А все остальное. Мм-м-м. И сок выжила. Всем приятного аппетита. Я ему яблочко дала. Сидит, лопает. Нравится ему. Просто, когда подхожу, он не ест его. Вкусное яблоко. Там Чарли к нему пошел. Компанию заставить. Поет вовсю. Мы на прогулке. У нас тих ветер. Чарли дела делает. И вот там впереди, за поворотом, идет мужик. И от него так вкусно пахнет, что до меня доносится. Представляете? И знаете, что я вспомнила? Как мы... Ну, нам было, наверное, лет по 14-16. Ну, нам, говорю, сестре моей, двоюродной мне. Вы знаете, чем душились? Денег-то, естественно, не было. Что, малолетки, кто нам купит духи-то по 100 евро? Так я и сейчас их не покупаю. Я... Ну, не знаю. Для меня это пустая трата денег. Покупать там за 100, за 150 евро духи. Не знаю. Для кого-то там... Это не глупость, но для меня жалко, жалко. Вот. И мы раньше, вот знаете, чем душились? Я не могу. Дезодоранты были. Фа! Боже, какие там, помню, огуречный запах такой был. Но они, знаете, держались получше, чем вот сейчас, которые духи есть или туалетная вода. Так держались долго. И вот мы этим дезодорантом не подмышки брызгали, а сами всю одежду набрызгаешь. Именно нужно брызгать было на одежду. На коже она почему-то не держалась. Вот. И прям вообще суперски было. Сейчас таких дезодорантов, мне кажется, нету, которые прям... Ну, сейчас как-то более дезодоранты, наоборот, нейтральные, ничем не пахнут. Может быть, ошибаюсь, не знаю. Но вот тогда, помню, именно фа такие брызгались, прям такие. И вкусный, помню, огуречный запах. Боже, я кайфовала. А сейчас, блин, и за 100 купишь, и они через 5 минут уже не пахнут ничем. Вот мужик прям далеко-далеко идет. Ну, может быть, метрах 200 от меня. Блин, ну, шлейф от него несется прям вообще. А у нас еще, знаете, тоже в спортзале впереди мужик занимается. От него тоже пахнет всегда так классно. Ну, вообще, я прям всю эту тренировку нюхаю. Я люблю вообще, когда вкусно пахнет, неважно от кого. Так что вот так вот. Ветер стих, погода замечательная. Машина поехала. Эти, кстати, огороды, поля, как их назвать, охраняются. Здесь вот есть патрульная машина, которая ездит постоянно. Или патрулирует, чтобы не воровали все вот эти вот. Ну, чтобы насажали здесь. Там вот есть теплица с помидорами, черри. Здесь вот еще какая-то травка, муравка растет. Это капуста. Капуста калий. Калий так, по-моему, называется. Я пробовала один раз, мне что-то она не зашла. Это капуста. Говорят, что много витамин для тополя, но мне почему-то не понравилась она. Так что здесь все под охраной. Черемой, вот ей скоро их будут обрезать. Потому что летом они лысые, без листьев. Отдыхают, можно сказать. Ой, такую погоду я люблю. Классная. Дома все открыто. Птичка поет, чирикает. Иногда, знаете, думаю, блин, что-то она много чирикает. Пора бы ей уже и замолчать. Так поливают, что и в душ ходить не надо. И ветром все на нас. Огонит. Вообще мне нравится красиво, как поливается. Ой, там прям дождик. Ой, дождик. Ох. Летом хорошо освежающе. А сейчас не очень. Летом. Спасибо. Более. Это не будет. Это не будет. Спасибо. Летом. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok А кабачок с баклажаном добавлю в саму последнюю очередь Потому что кабачок, я не люблю, чтобы он такой, как тюря был А чтобы вот кусочками был Так вот Почистила всю клубнику, кстати, совсем даже не испортилась Видите, хорошая клубника Вот, но это не на сегодня, остальное поставлю в холодильник Интересно, вот эту коробку куда выкидывать? В картон, наверное, да? Картон, это же дерево Кстати, это тоже в картон Вот, ну все Пойду я ужинать клубничкой Знаете, еще вспомнила, что вкусно, как у нас в деревне Мы вмокали в сахар и ели Мечты забываются И не забываются В моем случае не забываются Буду мечтать дальше Потому что сахар в 9 часов в 10 Противопоказан Пойду ужинать У моего Чучи там, смотрите И диваны в его квартире есть И полочки разные Смотрите, сколько он яблока сожрал Так, не ревнуем Живем в мире Прям большой кусок я ему сюда давала Видите, сколько сожрал Да? Чучи? Да? Нет? Но? Да, вот такой вот он Он спал, мы его разбудили Тут так летает, летает Ему весело Не ревнуем Пойдемте с вами рагу посмотрим Я попробовала на соль На зубок вкусный, зараза Вкусные, наверное, да? Рагу Оно мое А там у меня варится кино Мне прям совсем на один разочек там осталось Оказывается Но я вам завтра повнимательнее покажу, если вдруг вы не рассмотрели И рыбка будет у меня завтра Вкусняшка Или не рыбка У меня еще курица осталась Не знаю В общем, поживем, увидим Что я гадаю Что-то я клубнику поела А жрать все равно хочется Перетерпится Сейчас пойду Сериал досмотрю Знаете, какой смотрю сериал? Так, на всякий пожарный таймер включу А то, знаете, голова дырявая Сяду и пока горелым не запахнет Не вспомню Бывает такое Когда устанешь Что ты там? Насилуешь свою игрушку? На Так, сериал Сейчас я вам скажу Довольно-таки интересный Неплохой Большие надежды называется Потому что села я досмотрела И вот мне вылезла Большие надежды Сериал Так что его смотрю Половину уже посмотрела С вами буду прощаться до завтра Встретимся с вами завтра У нас, кстати, на улице 21 градус У меня спальня открыта Но опять этот дурацкий ветер Задолбал Спальня закрыта Чтобы не было Сквозняка А то все улетит нафиг Вот Но очень тепло Так что всего самого наилучшего Всем Пока-пока До завтра